Конец учебного года отмечают не только в школах, лицеях и гимназиях. Педагоги дополнительного образования тоже прощаются со своими выпускниками. В детской школе искусств номер три торжественная церемония вручения свидетельств совпала с еще одним значимым событием – 50-летием учреждения. На двойном празднике побывала Луизия Езарян. Восемь лет обучения на хоровом отделении определили ее дальнейшую судьбу. Сегодня Дарья Капрал получила документ, с помощью которого она сможет продолжить свой творческий путь. Судя по тому, что в свидетельстве об окончании школы «Одни пятерки» этот путь будет успешным. Очень грустно расставаться, но и в это же время как-то радостно получать награды, аттестат. Я буду поступать в музыкальное училище на хоровое дирижирование в этом году, летом экзамены. Детская школа искусств не только дала музыкальные знания, но и научила Дарью выступать на сцене и не бояться публики. Свои умения девушка продемонстрировала на выпускном отчетном концерте. Этот выпускной особенный. В прошлом году детской школе искусств исполнилось 50 лет. Из-за пандемии праздник пришлось перенести на этот год. Таким образом, юбилей учреждения совпал с юбилейным выпуском. Именно такие школы, школы искусств с самым разнообразным набором творчества, они помогут нашим детям не просто быть разносторонне развитыми, но и выжить в экстремальной ситуации. Вот все, что мы научились делать руками, ногами, это не выключишь. В этом году детскую школу искусств номер 3 окончили 36 человек. Многие из них победители окружных и областных соревнований. Даже если ребенок дальше не пойдет обучаться, все равно вот это образование классическое музыкальное навсегда останется у него вообще на всю жизнь. И он всегда уже будет слышать фальш, допустим, если кто-то где-то фальшиво играет или не так что-то нарисовано. То есть это уже, понимаете, как вы не искорените, это уже в душе. В этот праздничный день заслуженные награды получили педагоги. В детской школе искусств работает 25 человек. Обучение проводится по четырем направлениям – музыкальное, хореографическое, художественное и театральное.